Статистика семейного насилия в стране тревожна. В четыре пятых белорусских женщин в возрасте от 18 до 60 лет подвергаются психологическому насилию в семье. Каждая четвертая – физическому. Ежемесячно в органы внутренних дел Беларуси поступают около 30 тысяч сообщений о семейно-бытовых конфликтах. Анализ статистики убийств показывает, каждая четвертая женщина была лишена жизни именно ее близкими. Эти результаты мониторинга Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, проведенные в начале этого года, отнюдь неутешительны. Говорят лишь об одном – сами женщины не в состоянии признать, что над их семьей нависла проблема домашнего насилия. В этом случае нужно не просто спасать себя и детей, но и кардинально менять жизнь. Временным пристанищем для таких жертв зачастую становится кризисная комната Территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста. За 11 месяцев текущего года здесь нашли пристанище 24 человека. Среди них 9 женщин, 14 детей и один мужчина, ставший жертвой торговли людьми. Лица, обратившиеся за услугой временного периода, попали сюда разными путями. То есть, кто-то обратился сам непосредственно в центр, кто-то обратился по телефону круглосуточной горячей линии по работе с домашним насилием, кто-то обратил кого-то направили из ОВД, кто-то обращался через общественные организации. Дорог, которые привели людей в эту кризисную комнату, много, но проблема всегда одна – психологическое или физическое насилие. И это временное укрытие не решает саму проблему, говорят сотрудники территориального центра. Потому с каждой из жертв ежедневно работает психолог, помогая найти выход из сложившейся ситуации. С людьми, которые получают услугу временного периода, работает непосредственно психолог, они получают постоянные консультации. Психолог, как правило, прорабатывает актуальную проблему, помогает справиться с психологической травмой, полученной в ходе насилия, совершаемой со стороны партнера или мужа. Также находит актуальные пути решения проблемы. За прошедший период текущего года общее количество дней проживания в кризисной комнате составило 180, в то время как в прошлом году – 143. И даже эти цифры показательны. Официальной статистики жертв домашнего насилия нет. Отследить, сколько человек подвергается издевательствам со стороны близких, сложно. Разве что только подсчитать количество подобных обращений граждан. Однако и этот результат будет лишь верхушкой айсберга. Потому сотрудники правоохранительных органов настаивают – терпеть домашнее насилие – не выход. Главное – сделать первый шаг на пути к решению этой проблемы. Этим шагом может стать временный переезд в кризисную комнату.